Да почему патроны летят просто выше? Чё за фигня? Оооо, вот это имба! БСГ в очередной раз переделали отдачу. В патчноуте говорится, что это коснулось дробовиков, пистолетов, а также СКС. Хрен пойми, чем она кому помешала. Я начал всё это щупать и заметил достаточно интересные особенности. Шла молва, что пистолеты теперь бесполезны. Да, это правда, однако не полностью. Изначально я решил просто в общих чертах посмотреть, что там да как. Взял те пушки, где было написано, что их поменяли, и парочку от себя, дабы убедиться, что на других пушках отдачу не трогали. Взял в руки ТТ и сразу охренел, пули летят просто куда-то в очко, если пытаться затапать. СКС почти что никак не поменялось, а вот дробовик стреляет немного медленней, по ощущениям. Но стоило мне дойти до глака и меня осенило. Далеко не все пистолеты могут быть куском дерьма, потому что это явно воняет меньше. Супер часто мне говорили, что калыши 5.45 переделали. Так что я собрал относительно такой средненький вариант и решил пострелять. И что я могу вам сказать, отдача есть и она какая-то немного странная. Пушку вводит то вниз, то вправо, то еще куда-то. В общем, странненько, непонятненько даже как с этим бороться. Я не сильно обращал внимание, как было раньше, но что-то мне подсказывает, что не так. Но это явно касается не всех. МСХ стреляет точно так же, как было раньше. То же самое касается и МДАртки 7.62. Давайте рассмотрим дробовик немного подробнее. Зарядив флэшеты и попытавшись затапать среднюю мишень, в принципе, у меня это получается. Но обращу ваше внимание, если стрелять медленней, мы видим, как прицел отскакивает в разные стороны. Влево, вправо, влево, вправо. Это хаотично. Так что обычному игроку придется как-то адаптироваться по ходу стрельбы, если он будет целенаправленно целиться и шмалять. Если зарядить АП-патрон, который повышает отдачу, мы видим, как вертикально пушку начинает подкидывать гораздо сильнее. При этом, сохраняя эту тенденцию, откидывает тебя то влево, то вправо, то влево, то вправо. А вот затапать практически невозможно. Ради интереса, давайте попробуем затапать ближнюю мишень. И я скажу вам так, это возможно, но попадает оно куда-то не туда, куда я хотел. Давайте представим, что я целюсь в голову. И вот, залетело только два попадания из всех моих выстрелов. А их было восемь и расстояние минимально. Что уж говорить про более дальнюю мишень, где у меня вообще там залетело только три выстрела из восьми в принципе. Кстати, замедление скорострельности дробовика в принципе логично. Ведь в ТТХ написано, что у него предел это сорок выстрелов в минуту. Ради интереса, я зашел на сайт, чтобы посмотреть, сколько же я натыкаю за одну минуту. И результат чуть-чуть больше. СКС я более детально трогать не буду, там ничего интересного. Она играбельна, больше добавить нечего. Самое интересное, это пистолеты. Чтобы выяснить, какие играбельны, какие нет, мне пришлось взять вообще все. И затестить. И пока я показываю все то многообразие пистолетов, что есть в игре, я напоминаю про бусты, где сотни сборок оружия, регионы для фарма, гайды, буквально на все. Заходи. Перед тем, как подойти к конкретике, я обращу ваше внимание на следующее. У разных пистолетов бывают два варианта отдачи. Первое, это когда пули летят выше от того, куда ты целишься. Это не бро, это очень плохо. Второе, это когда твоя мушка с целиком, либо точка, следует отдаче. То есть, куда целишься, туда и попадаешь. Это бро, это хорошо. Пройдемся по всем пистолетам по порядку. ТТ. Пускай и любимец многих, но затапать с него нормально не выйдет. Пули летят фиг пойми куда. Грач. История по сути та же самая, но не настолько плохо. ПБ. Это уже совсем другое дело. Куда целишься, туда и летит. ПЛ-15 меня расстроил. Пули летят естественно выше. Пи-226. История такая же. Глок-17. Просто божественно. Отлично. Куда целишься, туда и попадаешь. И если вы думаете, что дело в коллиматоре, нет нифига. Вот вам стриба без коллиматора. Все летит точно так же великолепно. ПМ для настоящих гигачадов. Как ни удивительно, все летит ровно туда, куда целишься. Однако, отдача высоковато, поэтому нормально с него в любом случае не поиграть. Но дань пушки явно нужно отдать. Очень жаль, но берета, это, ну, тоже фигня, короче. Никуда оно там нормально не попадает. Не поиграть. А вот кольт порадовал, куда целишься, туда и летит. Однако, отдача очень даже высокая, поэтому не самая комфортная пушка. Зато его собрат Юсп это исправил. Отдача не такая высокая и точно так же хорошо все летит. 5-7 как был прекрасен, так и остался. Однако, стоит отметить отдельную штучку. Если поставить на него прицел, то визуальная отдача почему-то громадная. Автоматический режим АПБ вроде как не трогали. Он все так же играбелен, но некомфортен. То же самое касается и глока автоматического. Ну и вот вам на финалочку гирза. К сожалению, она не особо приятна в игре. Вот вам на экране я вывел списки пушек, которые точно не нужно использовать. Те, что, ну, 50 на 50 и те, что я рекомендую. Сейчас самое время, чтобы ты отписал свое мнение в комментариях. Поставь лайк, подпишись на канал и мы с тобой увидимся еще раз. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok